хотите услышать историю о том как я ни копейки не заработал на одном миллионе просмотров фильма белуха на ю тубе сегодня мы поговорим о том как выбирать музыку для youtube видеоролик почему вообще все это важно ну во первых самый простой сценарий вы долго будете работать над видеороликом прикладывать какие-то аудиотреки делать под них офигенный монтаж делать какой-то sound design нарезку под биты и по факту когда вы укладываете все это на youtube вы получаете тут же блокировку из-за предъявленных авторских прав на аудиотреки которые с большой вероятностью запрещены к показу на ю тубе из-за этого вы мало того что получаете заблокированные видео и кучу потраченного времени еще и замечание на ю тубе и три таких замечаний у вас заблокирован канал второй сценарий вы выкладываете видео у вас все классно и первое время все показывается вы собираете кучу лайков кучу комментариев кучу просмотров и через месяц-другой-третью у вас блокируется видео из-за того что youtube делает повторную проверку и выявляет наконец-то потом что у вас присутствуют те самые треки которые нельзя показывать на ю тубе и это не прикольно потому что вы теряете все свои просмотры ваше видео автоматически становится недоступным для всех и все что вы можете сделать это только заново перевыложить уже с другой музыкой более правильный но при этом вы теряете все свои просмотры все свои лайки все свои комментарии и это ну в стране не прикольно потому что большая часть уже просмотрел ваш видеоролик и второй раз его смотреть наверное даже не будет ну и самое главное наверное проблема это то что тогда вы теряете контроль над своей музыкой и кто-то предъявляет права на эти самые музыкальные треки композиции которые вы используете своем видеоролике то эти самые правообладатели будут использовать ваш видеоролик для собственной монетизации то бишь вы теряете полностью контроль над тем какая и сколько рекламы будет показываться в вашем видеоролике у вас будет супер много рекламы по максимуму естественно сколько это только может там быть и вы никак не можете на это повлиять то есть вы не можете выключить рекламу включить рекламу сделать ее пореже или почаще это просто не ваших силах и И весь доход с этого дела идет не вам, естественно, а тем правообладателям, которые предъявили права на эту музыку. Ну и еще один важный момент, что вы не сможете использовать ваши видеоролики за пределами YouTube, если у вас есть неочищенные права. Скажем, вы не сможете, например, показать эти видеоролики или фильмы или короткие фильмы на фестивалях, потому что фестивали зачастую требуют очистку прав, то бишь иметь разрешение от авторов либо от правообладателей на эти треки. Если у вас этих разрешений нет, а в случае с использованием Леди Гага, например, или Майкла Джексона трека, вряд ли он у вас будет, то вы не сможете продвигать свой фильм нигде, ну и тем более уж размещать его на каких-то стриминговых сервисах или в чем-то еще за пределами YouTube. Итак, если вы смотрите это видео, то, наверное, вы уже понимаете, что далеко не каждый трек можно использовать на YouTube. И существует три основных типа этих треков, и это, в общем-то, достаточно очевидно. Это первое, это музыка, которую вообще никак нельзя использовать на YouTube, и она тут же будет заблокирована. Второй тип музыки, это та музыка, которую можно использовать, но с какими-то рисками, либо поправками и осторожностями. И третий тип музыки, которую просто можно смело использовать и не париться на тему каких-либо последствий. Первое очевидное, это о ней можно даже особо не углубляться, не рассказывать, это та музыка, видео с которой будет сразу заблокировано, как только вы выложите это на YouTube. А это достаточно большое количество всех популярных треков, это многие саундтреки к фильмам, между прочим. И все то, что, в общем-то, зачастую мы слышим с Spotify, Яндекс.Музыки, по радио или где-то в таких подобных местах. В случае с «можно, но осторожно» есть несколько моментов. Первый и, наверное, самый такой простой момент, это когда мы используем треки, которые разрешены к использованию на YouTube при условии, что будет включена монетизация в интересах правообладателя этого самого трека. И я уже говорил о том, что здесь есть определенные неприятности, но если вы готовы с ними мириться, вы готовы, что будет показываться реклама, но вы супер хотите, чтобы именно этот трек исполнялся под ваше, не знаю, какое-то исполнение чего-либо в этом видеоролике, то вы можете на это пойти и просто учитывать эти риски, которые могут перед вами стоять впереди. Как в случае, например, с моей YouTube-версией фильма «Белуха», там используются треки, на которые я не имею разрешений, и в случае, если когда-нибудь кто-нибудь из правообладателей этой музыки решит поменять политику и, например, блокировать все видео с использованием этого аудиотрека, то у меня будут серьезные проблемы. Второй вариант «можно, но осторожно» — это музыка сервисов по подписке, у которых есть определенные «но», оговорки. Допустим, это Epidemic Sound, это сервис, который предлагает музыку за небольшую ежемесячную плату, но там есть оговорки. То есть мы можем использовать, например, за отдельную деньгу, там, 15 долларов в месяц, мы можем использовать музыку только для собственных нужд и не для использования в каких-то коммерческих проектах. И если мы хотим использовать в коммерческих проектах, то мы должны проходить определенные процедуры, ритуалы лицензирования этих треков внутри личного кабинета Epidemic Sound, например, и получать при этом возможность использовать их где-то на стороне. Если мы этот ритуал не выполняем, то мы получаем либо серьезный удар по нашей репутации, либо его получает еще и хуже наш клиент, который выкладывает видео, и на нем оказывается, что нельзя использовать этот трек, потому что вы его не лицензировали. Это большая проблема, лучше так никогда не делать, потому что вы подставите и себя, и клиента, и вашу репутацию. Это я к тому, что существуют сервисы, в которых есть определенные оговорки. И третий вариант – это когда можно при любых целях, при любых условиях. Это либо лицензия Creative Commons, когда автор-исполнитель трека говорит о том, что вы можете использовать мои треки, но вы должны упомянуть меня как автора в титрах, или в описании к видео, или еще где-то. Другой вариант – это подписки, которые предлагают за деньги возможность использования треков для любых абсолютных целей, в любых абсолютных интересах, в любое время, даже если у вас кончится уже подписка, например. И это сервис, которым я лично пользуюсь, называется он artlist.io, а там совершенно плоский тарифный план, который предполагает 200 долларов в год, 199, если быть точным, и за эти деньги вы получаете абсолютные права на использование всех треков, которые вы скачали. Либо это авторы, которые умерли 70 или более лет назад, потому что в этой ситуации кончается действие авторского права, и вы можете смело использовать это произведение. Но есть важный момент. Если вдруг кто-то исполнил эту, не знаю, классическую композицию, например, заново, то вы не можете ее использовать, потому что есть авторство на ноты, на текст песни, и есть авторство на исполнении. Если авторство исполнения произошло там в 2000 году, например, какой-нибудь лондонский симфонический оркестр сыграл третью симфонию Бетховена или там, не знаю, Чайковского, и вы не можете ее использовать, потому что вы имеете право использовать ноты, но вы не можете использовать запись, которая была сделана в 2000 году, потому что в этой ситуации еще действует авторское право. Из этого вытекает очень важный момент. Если вдруг вы исполнили на гитаре, или сами спели, или записали, как кто-то спел, популярную композицию современности, или там, не знаю, каких-нибудь 2000-х, например, то вы не можете легально использовать эту аудиозапись в своем фильме, например, или даже на Ютубе. То есть Ютуб-то сам не вычислит, он не настолько умный, чтобы понимать слова песни и как-то их ассоциировать, по крайней мере сейчас, с текущим, не знаю, там, популярным треком. Он не вычислит этого, но вы не можете использовать этот видеоролик, например, для показа где-то за пределами Ютуба, например, на каком-нибудь кинофестивале, потому что там-то как раз внимательно проверяют, насколько права на этот текст песни вам доступны, как правообладателю, как исполнителю, например, как автору фильма. Если они недоступны, то вы не можете использовать эту композицию в своем проекте, на, например, кинофестивалях или там на каком-нибудь стриминговом сервисе. То есть вы автоматически не можете ничего сделать своей видеоработой, кроме как поместить ее на Ютубе. Ну и даже на Ютубе, если вдруг вы станете супер популярными, наберете, не знаю, 100 миллионов просмотров, то, наверное, звезда автор этого самого текста к вам обратится с каким-нибудь судебным иском или как минимум требованием заблокировать это видео на Ютубе. Как, собственно, вообще можно понять, что можно использовать на Ютубе, а что нельзя? Раньше у Ютуба на то был специальный сервис, прям раздел в Ютуб студии, где можно было зайти и ввести название какого-либо трека и увидеть состояние... О, кошка. Кошка. Можно было зайти в Ютуб и ввести название трека и увидеть, по крайней мере, там какие-то примерные разрешения или ограничения на его использование. Кузя, ну ты, если хочешь, ты уходи. Я так раньше проверял именно треки, которые планировал использовать для своего фильма Белуха, например. И там был какой-нибудь Cinematic Orchestra, я мог ввести и увидеть его, что этот трек будет с рекламой. То бишь я автоматически потеряю контроль над всем фильмом и будет показываться реклама. Но сейчас такого сервиса нет. Я сегодня, кстати, прям специально проверил. Он просто выключен на Ютубе. Проверил, погуглил. Этот сервис действительно отсутствует. То есть, я так понимаю, что Ютуб не мог управлять этим процессом настолько качественно, чтобы достоверно отображать информацию о всех треках. И зачастую там, кстати, не было большого количества треков, особенно новый альбом вышел. И нельзя было найти этого автора. И можно было только по автору, по самому догадаться, будет ли этот трек заблокирован или не будет. Тупо потому, что прошлый альбом мы разрешались к использованию и обещали, что будет показываться реклама. Поэтому сейчас этот сервис недоступен. И все, что нам остается, это просто методом выкладывания проверять, какая политика по трекам. Но если мы будем использовать свой собственный Ютуб-канал для проверки каждый раз, то мы очень быстро наткнемся на предупреждение и на блокировку канала в том числе. Если и так делать, то, наверное, для этого надо завести отдельный Ютуб-канал, который будет пустой, на отдельную почту. И на нем будет происходить выкладывание с целью проверки аудиотреков. Если вы вдруг хотите все-таки найти аудиотреки, которые можно использовать, даже несмотря на то, что у них будет показываться реклама. Так вот, каков был мой опыт с Белухой? Я изначально, когда планировал, проектировал этот фильм, я не сильно понимал, какой он будет, для кого он будет. Будет ли это просто какой-то видеоролик для Ютуба, вроде моей Анапурной, или это будет что-то особенное, что захочется кому-то показывать в кинотеатре. И так вышло, что да, действительно, это получилось что-то больше, чем прошлый ролик, на что я, в общем-то, и надеялся, но не сильно готовился к этому почему-то какой-то, по какой-то причине. Я использовал музыку с неочищенными авторскими правами. Слава богу, у меня фильм не заблокировали, но... Это проблема, которая сейчас у меня есть. Я не думал, что фильм наберет 1 миллион просмотров, сейчас на... Но даже проблема, самое главное, не в том, что я не заработал, это уж ладно. Но самая большая проблема, что я никак не управляю рекламной компанией. Я не могу определить, где она будет, как часто она будет. И это самое неприятное, потому что ее там достаточно много. Естественно, правообладатели музыки, все включили по максимуму, и, наверное, все там что-то даже с этого заработали, все кроме меня. И самое обидное, что я ведь переделал фильм на новую музыку, в конечном счете, для фестивалей. Я оставил только два трека, по-моему. Это те авторы, которые мне дали разрешение на использование треков письменные. Оно нужно именно письменное. И действительно, после того, как вышел фильм, я подался на фестивали. Только тогда я узнал, кстати, что на фестивале не может подаваться фильм с неочищенными правами, поэтому мне судорожно начал писать всем исполнителям. Удивительно то, что в моем фильме используется не оригинальный трек «Knocking to the Heaven's Door», а перепевка. И это означает, что мне нужно было обратиться к автору этого музыкального произведения, а потом еще и к переисполнителю, тех, кто переаранжировал все это дело. И это вдвойне геморрой. Естественно, я не получил разрешение ни на этот трек, ни на Одесса, который у меня был, ни на многие другие, потому что кто-то просил очень много денег, там, тысячу долларов или тысячу евро за одно использование или выше. И кто-то просто не отвечал, кто-то говорил, что ни в коем случае нельзя использовать, как в случае с Дэвидом Боуэй. По-моему, пара треков у меня осталась, там, и все. Это неприятно, потому что в тот момент у меня было уже, там, наверное, больше 100 тысяч просмотров на Ютубе. Я имел версию фильма, которая была с нормальной музыкой, на которую можно было бы включить, там, и собственную монетизацию, или выключить полностью рекламу, если бы я хотел. Но в тот момент у меня уже было достаточно большое количество просмотров, комментариев, лайков. И я подумал, что выкладывание, перевыкладывание фильма может сильно повредить его алгоритмы, там, аналитики, там, и все прочее. И я, в конечном счете, может быть, не получил бы того охвата, который имею сегодня. Буду ли я в следующем фильме использовать подобную музыку без очистки авторских прав? Абсолютно нет. Даже если это будет супертрек, в который я влюблен, я лучше его перепою, как-то переделаю, переиначу, сделаю так, чтобы это было, ну, не прикопаться, да, с точки зрения, там, авторского права. Но я не буду использовать трек, который принадлежит кому-то другому, кто не дал мне на это разрешение. Потому что из-за этого я теряю полностью контроль над всем проектом. И если это что-то, что оттуда трудно потом выкорчевать, то, в конечном счете, я въезжаю в серьезный пень, не могу развивать свой проект, и все мои труды идут просто в унитаз. Когда имеет смысл заморачиваться на тему прав на собственном канале? Раньше, год назад, наверное, я бы сказал, что не надо париться на эту тему в самом начале, потому что можно просто использовать какой-нибудь популярный трек, какой-нибудь Cinematic Oxtra или Lady Gaga. Просто у вас будет не ваша реклама, но на этапе, когда вы растете, вам самое главное, чтобы ролик был популярным, да, чтобы вы как можно больше набирали подписчиков, нежели зарабатывали на, там, не знаю, 5000 просмотров. Но это не тот случай, который происходит сейчас, потому что сейчас мы не можем никак проверить возможность использования музыкального произведения на YouTube. Из-за этого мы подвергаем риску собственный канал. И, наверное, сейчас уже то время, когда необходимо заморачиваться на тему качества и проверки прав на музыку уже на, там, не знаю, первых видеороликах, которые мы выпускаем на YouTube. Возможно, первые видеоролики не стоит сразу бежать и платить, там, не знаю, 150-200 долларов в год за подписку на какой-нибудь сервис, о которых я сейчас вам расскажу. Но в то же время не стоит использовать популярный трек, из-за которого вы просто получите бан вашего YouTube-канала навсегда. Окей, все-таки, где тогда брать нам музыку для наших видеороликов на YouTube? Давайте начнем от самых бесплатных до самых платных, самых дорогих. И, наверное, самый простой вариант бесплатного использования, это музыка, которая находится в рекомендациях YouTube в разделе YouTube студии. Это бесплатная музыка, которую можно использовать для любых совершенных целей на YouTube, на своих роликах, даже без упоминания, по-моему, авторства. Ну, проблема с этой музыкой в том, что она достаточно некачественная. Все, что там более-менее хотя бы как-то интересно, уже очень много раз заезжено в семьи, и это просто такой мувитон на YouTube. Если ты слышишь какой-то трек, который тебя уже режет, прям просто слух от того, как часто ты его слышишь, скорее всего, это оттуда. Я не очень рекомендую использовать оттуда музыку, и лучше, наверное, все-таки заморачиваться и искать какую-то особенную музыку в каких-то интересных местах. Следующий вариант, это тоже бесплатно, но очень трудоемко, это поиск музыки, которая называется Creative Commons. То есть авторы разрешают использовать свои треки в каких-то фильмах, в каких-то видеороликах, но говорят, что мы обязательно использовали, упомянули их авторство в описании к видео или где-то еще, там, в титрах. Тут все зависит от того, как вы постараетесь. Вы можете найти очень качественный музон, который, может быть, даже никто никогда не использовал. Это очень трудоемко и долго по времени, и никто, естественно, не гарантирует вам никакого результата. Может оказаться, что вы просто потратите, там, не знаю, десятки часов на поиски, на, может быть, потом в дальнейшем еще переписку с автором, выпрашивание у него, там, разрешение на, там, очистку прав. В конечном счете вы получите ноль, ничего. И это большой риск, но это тот путь, по которому вы можете не потратить ни копейки денег, но получить какой-то неплохой достаточно результат. И следующие варианты, это варианты за деньги. То есть мы либо платим помесячную подписку, либо ежегодную подписку, и получаем музыку на определенных условиях в разных сервисах. Сейчас об этом поговорим. Четвертый вариант, это музыка за деньги поштучно. Когда мы приходим, берем конкретный трек, говорим, для чего конкретно мы будем его использовать, и будем платить конкретную сумму денег, в зависимости от того, для каких целей мы его используем. Все-таки вернемся к подписочной модели, когда мы платим фиксированную сумму за месяц или за год за использование музыки на каких-то нуждах. Либо собственный YouTube-канал, либо коммерческая работа и кинопроизводство, либо использование в каких-то рекламных целях коммерческих этой музыки. И здесь есть несколько вариантов. Я выделяю для себя, наверное, три основных варианта, на которые я смотрю, поглядываю. Это самый простой и самый доступный, наверное, это Epidemic Sounds, потому что это сервис, который стоит 15 баксов в месяц, если мы платим ежемесячно, и, по-моему, даже меньше, там, что-то баксов в 12, если мы платим за годовую подписку, которая и того стоит 144 доллара. Там мы получаем возможность брать треки, но только для собственных нужд. Мы можем их использовать в собственных социальных сетях, в собственном YouTube. Если мы хотим использовать эти треки для каких-то коммерческих работ, то ценник там меняется, и он становится 49 долларов в месяц, если это помесячная плата, либо, по-моему, там, 300 баксов в год, если плата ежегодная. Но надо учитывать, что в этом конкретном сервисе приходится лицензировать каждый трек для каждого использования каждого коммерческого проекта. Нам надо проходить эту процедуру повторно. То есть, если у нас и стекла, и лицензия, у нас есть на руках трек, который мы когда-то скачали, и мы хотим его использовать в новом коммерческом проекте, то это не получится, потому что мы не сможем выработать, сделать новую лицензию на этот трек, и из-за этого нам придется снова платить эти деньги, которые, в общем-то, небольшие, и я думаю, что любой коммерческий плюс-минус проект покроет расходы даже на ту же ежемесячную подписку, даже те же 49 долларов, но все зависит от вас, от ваших переговоров, от вашего качества работы в том числе. Я какое-то время пользовался этим сервисом, мне он нравился, но проблема была в том, что в моем конкретно кино-синематик жанре, как я люблю, там не очень большой выбор, и поэтому я начал искать копаться дальше, и я нашел для себя идеальный, наверное, сейчас сервис, по соотношению цена-качество, по крайней мере, называется artlist.io, я ссылочку на него приложу внизу, и это, наверное, самый такой доступный и понятный сервис, с точки зрения условий использования и стоимости, ребята берут, по-моему, 199 долларов за год, все, что есть в этой библиотеке, все включено в эту стоимость, как только мы один раз скачали какой-то трек, он автоматически становится доступным нам для использования пожизненного, у меня не было еще случая, чтобы я там чего-то для себя не мог найти. Есть еще один вариант, который я сейчас лично поглядываю, называется он musicbed.com, по-моему, это сервис, который предлагает тоже музыку по подписке, раньше это была компания, которая продавала музыку только поштучной, только для конкретных целей, сейчас ребята перешли на новый формат подписочной модели, и они берут 249 баксов в год, если ты очень маленький, и у тебя там, по-моему, до 50 тысяч подписчиков, что, ну, не очень большой порог, если честно, если вы хотите использовать для бизнеса, то ценник сильно вырастает, он, по-моему, там 99 баксов становится в месяц, или это поштучно 349 или 359 долларов за каждый трек, который вы будете скачивать для каждого конкретного проекта. Это серьезный удар по карману, особенно если у вас проектики небольшие, там, скажем, один день вы потратили и сделали монтаж, там, то 350 баксов за один трек, это существенно, особенно, когда есть альтернатива в виде, там, бесплатного арт-листа, да, где у нас есть подписка, мы можем просто взять любой трек, бахнуть его на тайм-линию нашего коммерческого, там, какого-то проекта, монтажа, и получить просто продукт с экономией 350 долларов, почему бы нет? Это вполне себе ощутимо. Важная особенность MusicBed, что далеко не все треки, которые находятся там в библиотеке, можно использовать при наличии у тебя подписки годовой или ежемесячной. И если мы, не знаю, там, договорились, допустим, с Netflix о продаже нашего фильма, в котором у нас 10 треков, то мы должны каждое из этих 10 треков отдельно лицензировать для целей продажи в эту стриминговую кампанию. И это местами достаточно серьезный удар по карману. Это может быть 2 тысячи долларов за совокупности за фильм, может быть 10 тысяч долларов. А если ты договорился в сумме за не очень большую сумму сделки с этим телеканалом или с этой стриминговой кампанией, и твоя цель главная даже не столько заработать, сколько получить себе вот этот вот факт, вот этот вот success story попадания твоего фильма, скажем, на Netflix, то здесь ты имеешь серьезную преграду в виде необходимости платить за это какие-то кокетные деньги, если ты пользуешься тем же MusicBed. Если вы предполагаете, что ваш проект может стрельнуть настолько, что он попадет на Apple TV или будет показываться в кинотеатрах, то история с MusicBed, она такая, достаточно рискованная, потому что не всегда это приносит деньги. Скажем, например, в случае с Белухой, фильм показывался в кинотеатрах страны, и в Москве, и в Питере, и в Новосибирске, и в Екатеринбурге, еще где-то. Но я прям ничего на этом не зарабатывал, потому что это был фестивальный показ, и у меня не было цели заработать, у меня была цель получить охват, получить репутацию, получить статус мейкера, режиссера, фильм которого показывался в кинотеатре. Но если бы я использовал музыку с MusicBed, то мне бы было необходимо платить за это какие-то еще сверху деньги, помимо того, что я уже заплатил за подписку. Но плюс этой платформы в том, что там есть то, чего нет нигде. И там очень много эксклюзива, очень много качественного музона, который реально достойный и реально интересный. Это не синематик, потому что синематика много в арт-листе, и там с этим все хорошо. Но если мы говорим о какой-то вокальной музыке, когда мы хотим качественный, теплый, какой-то ламповый вокал, хорошего исполнителя, желательно, чтобы у нее голос был какой-то плюс-минус узнаваемый. Это та музыка, которую достаточно трудно найти на арт-листе. Ее очень много в то же время на MusicBed. Но надо учитывать, что это совсем другие деньги и совсем другие, соответственно, условия использования этой музыки в своих проектах, если они стреляют далеко. Ну и что касается вот этого формата, когда мы приходим, выбираем конкретный трек, и его в дальнейшем за какие-то конкретные деньги покупаем с правом использования в конкретном проекте, то, наверное, самый популярный сервис это Marmoset Music. Это сервис, который продает исключительно треки поштучно, и там все очень сильно зависит от того, для каких целей мы используем этот трек. Если это какой-нибудь небольшой там свадебка-видеоролик, то ценники вполне подъемные, там, по-моему, 50 или 70 или 80 долларов за штуку. Если мы говорим о использовании треков в кинопроектах или, тем более, не дай бог, в коммерческих проектах, то там очень сильно меняется ценник. Он скачет от 249 долларов за, причем фильм с бюджетом меньше 250 тысяч долларов. То есть, если он выше, то там все по запросу, и там, скорее всего, все сильно дороже. И в случае с коммерцией, это может быть 1000 долларов выше. Подводя итог, среди всех этих компаний, ну, по крайней мере, мой личный опыт на сегодня, это выбор artlist.io. Самое главное, что я могу использовать всю эту музыку для любых своих проектов, не боясь, что завтра вдруг меня позовут показать мой фильм в кинотеатре, или там кто-то предложит мне использовать мой фильм в стриминговом сервисе, а у меня не будет лицензии для того, чтобы это сделать, потому что я, например, использую музыку какого-то сервиса, у которого есть возможность использовать эту музыку только для собственных нужд, и нельзя ее использовать для показов в кинотеатре или стримингов, или еще чего-то. Если вы решите вдруг подписаться на арт-лист, то внизу в описании есть ссылка, при использовании которой вы получите 2 дополнительных месяца при подписке на год, то бишь получите 14 месяцев вместо 12 и тем самым еще и поддержите меня, потому что в случае, если вы используете мою ссылку, продлевается моя подписка на этот сервис и при определенных условиях она даже становится бесплатной на пожизни. В общем, спасибо вам за просмотр этого видео, я надеюсь оно оказалось вам полезным. Для справки, никто не платил мне из этих компаний за их упоминания, это действительно мой опыт, мое мнение на тему использования этих подписочных сервисов для музыки на ютубе и я надеюсь, что мой опыт показался вам полезным, в этом случае ставьте обязательно лайк, проверьте подписанного или нет, потому что впереди много интересных фильмов, влогов, проектов, в том числе фильм про Верес, кстати, он уже на подходе. И увидимся в следующем видео, пока! Сегодня мы поговорим про то... Субтитры сделал DimaTorzok